Алтайский журналист Николай Потешкин пережил на себе все прелести новой инфекции. На больничном он с 5 октября. Сейчас ждет повторного теста на коронавирус, чтобы выйти на работу. День ото дня становится легче, но температура держится уже месяц. Врачи говорят, это в порядке вещей. То есть это такой хвост, шлейф, который после коронавируса остается. У меня, кстати, была еще двусторонняя пневмония, но в легкой степени КТ-1. Вот поэтому восстанавливаться организм будет, к сожалению, долго. Я пью витамины, я пытаюсь почти каждый день гулять на свежем воздухе, прогулки по лесу, там от 5 до 10 километров. Врачи говорят, по статистике, 80% заболевших переносят коронавирус в легкой форме. В остальную категорию попадают гипертоники, пациенты с ожирением, диабетом. После выписки человека еще долгое время может сопровождать слабость, одышка, страдает кишечник после терапии антибиотиками. Говорят о том, что это не менее трех месяцев. То есть человек будет приходить в себя, и он должен себя настроить к тому, что ему надо и дальше продолжать бороться за свою жизнь и входить в нормальное жизненное русло. Это очень непросто. Поэтому еще до самого заражения врачи рекомендуют спать 8-9 часов и правильно питаться, так сказать, быть во всеоружии. Прием пищи 4-5 раз в день. То есть это должна быть не тяжелая пища, должно быть большое количество клетчатки. Это должны быть кисломолочные продукты, это должна быть рыба, возможно, орехи. Сейчас многие пациенты после выписки предоставлены сами себе. И сами себе назначают дыхательную гимнастику. А этим должен заниматься специалист. Иначе переболевший может только навредить легким. Хотя, если ему правильно подсказать, то есть я ему могу посоветовать, даже какое положение принять, и при этом этот патологический секрет, он сам будет уходить из места воспаления, понимаете? А он этого не знает. Вот ему нельзя укладываться на левый бок, а он на нем лежит. То же самое касается и мифа с воздушными шариками. Шарики дуть нельзя. Мы даем очень большой объем воздуха в легкие. А легкие, которые находятся в состоянии сжатости, они у нас переболели, ребята, они не такие растяжимые. Они не могут это принять. Уже сейчас многие регионы страны нуждаются в реабилитационных центрах для переболевших ковида. Будет ли такое в Алтайском крае, неизвестно. А пока за консультацией можно просто обратиться к своему терапевту. Ирина Корчагина, Николай Шилко. День с толком.